Всем добрый вечер, спасибо большое, что вы пришли сегодня в эфир. Давно я не выступала, соскучилась, сама напросилась. И надеюсь, будет сегодняшний эфир полезен, потому что мы действительно выбрали сегодня интересную тему совместно с Никой, решили рассказать о разнице между бибик-кремом и кушоном, потому что у многих возникает вопрос, не одно ли это то же, или это все-таки одно и то же, как их различать, в чем отличие и так далее. Но мы взяли именно два продукта. Вы знаете, что у нас разные есть бибик-крема. С российского сайта у нас сейчас два вида появилось. И, соответственно, есть тоже два вида кушона. И сегодня мы, собственно, будем с вами разбирать именно эту тему. Давайте я для начала представлюсь, с кем мы не знакомы. Меня зовут Александра Ким. Я являюсь бриллиантовым мастером. С 2019 года я в компании Atomi. Я безумная фанатка нашей продукции, поэтому везде, где возможно, я рассказываю наши продукции не только в оффлайне, но и в онлайне. Вот есть и в Инстаграме наша страничка, есть в Ютубе страничка. Вот, кому интересно, присоединяйтесь. В Ютубе давно тоже, признаюсь, я, что не активничала, но в скором будущем, я, думаю, доберусь и до него. Напишите, пожалуйста, в чат, кто с каких городов. Мне очень интересно будет посмотреть, откуда вы, много ли у нас людей с разных стран, либо мы в основном Казахстан, Кыргызстан, как обычно бывает. Насколько расширилась за время, пока я не активничала наша география. Я извиняюсь, немножко гундосить буду, пошмыгивать. Надеюсь, не будет отвлекать сильно. Бишкек, Бишкек, Москва, ух ты. Экибастуз, Казахстан, Шимкен, Стамбул. Здравствуйте, Нарсултан. Алматы, Германия. Классно. Алматы, Алматы. Тюмень. Замечательно. Ташкент. Харьков, Россия. Классно. Бурундай. Круто. Бурундай. Джалалабад. Замечательно. Классно. География у нас расширена. Действительно, Шимкент. К нам присоединилась Европа, Турция. Сейчас открылась Европа в качестве Англии, Германии. Еще более 30 стран начала зарабатывать с Англии. Поэтому я думаю, что скоро в будущем на наших эфирах будет разношерстная с разных стран аудитории. Это очень круто. Эфир, да, будет сохраняться. Запись уже поставили. Шимкент. Замечательно. Ну все. Я увидела. Спасибо большое за обратную связь. Это всегда приятно. Работать с активной аудиторией. Потому что во время эфира всегда у нас такой обмен энергии, обмен информации. Поэтому мы с вами будем в интерактиве общаться. Всем добрый вечер, Рита. Так вот, давайте мы с вами начнем, наверное, с предыстории. Не сразу с наших продуктов. Они у меня, кстати, на руках. Благодаря Мике, спасибо большое. Мы успели раздобыть наш золотой кушон, да, и бибикрем. Он у меня сейчас в руках. Эти два продукта, которые мы сегодня будем обсуждать. Поэтому я вам буду наглядно показывать, чем визуально они отличаются, как они наносятся и так далее. Начнем мы с небольшой предыстории того вообще, откуда пришло вообще понятие бибикрема, кушона. Вы знаете, что это действительно корейские продукты. И они были изобретены кушон. И бибикрем в разное время. На самом деле, бибикрем, он старше кушона по своему существованию. Бибикрем мы изобрели, ну, примерно где-то 8-9 лет назад. Представляете, да? До нас он пришел гораздо позже. Потому что мы, как вы знаете, немножко отстаем от корейской, да, там, индустрии красоты. Но сейчас, благодаря Томе, мы идем в ногу, потому что мы с вами в корейской компании. И поэтому все нововведения, которые есть на рынке Кореи, индустрии красоты, мы сразу об этом тоже узнаем, благодаря компании Томе. Прошу прощения. Так вот, друзья мои. Почему же бибикрем? Как он возник? По каким причинам начали вообще задумываться на эту тему, что нужно изобрести какое-то новое средство для того, чтобы тонировать нашу кожу? Вы знаете, что до появления бибикрема очень популярны были тональные крема. То есть мы с вами все знакомы с этими средствами. В частности, от европейских брендов очень много представлено тональных кремов именно на рынке всей планеты. И раньше мы, действительно, не зная бибикрема, в принципе, довольствовались тем, что мы пользовались с вами тональными кремами. Но, как мы знаем по предыстории, кто пользовался тональными кремами, кто пользовался, поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Я активная была пользователь этим средством, потому что в свое время по профессиональной, да, своей нужде, мне нужно было наносить очень часто макияж. Я бывшая, так сказать, стюардесса, и поэтому в рейсе всегда мы наносили очень много, да, у нас. Да, окей, я вижу плюсики. Спасибо большое. Мы с вами все, значит, в большей степени, я надеюсь, столкнулись с этим средством тональной крема. Но, как вы знаете, есть такой небольшой недостаток тональных кремов, и, в частности, он сейчас остался, это то, что они очень плотные по текстуре, и они очень сильно, такие, знаете, создают эффект маски. Ну, то есть, когда вы присматриваетесь к коже человека, вы видите, что там что-то нанесено, то есть это уже видно невооруженным глазом. И вот это, наверное, самый большой минус именно тональных кремов. Те, которые предшествовали ВИБИ-крема, СИСи-крема, сейчас есть понятие. И, да, действительно заметно. То есть вы, когда наносите тональное средство, оно ложится плотной маской на ваше лицо, и не заметить это средство невозможно. И, зная эту проблему, так сказать, эту задачу, южнокорейцы, конечно, не стоят на месте, и вы знаете, они очень-таки изобретательные люди, особенно в сфере красоты, не только уходовой косметики, но и декоративной, они пришли к такому выводу, что нужно что-то с этим делать, да, и для своих кореяночек, в первую очередь, конечно, они создали такое средство, как ВИБИ-крем. По-другому он расшифровывается как бьюти-балм, либо, да, крем красоты, так сказать. Вот. Благодаря этому крему, собственно, на второе место сейчас уже отступили именно в ежедневном макияже тональные средства. Почему? Потому что ВИБИ-крема, они в себе, как позиционировали первое время южнокорейцы, но на самом деле это был такой маркетинговый ход, они в одно время позиционировались как прям замена всему, даже и декоративной косметики, и уходовой, потому что в своем составе они имеют масла уходовые, да, составляющие, которые, ну, по первым рекламным роликам можно было подумать, что все, теперь можно умыться, намазаться ВИБИ-кремом и пойти в повседневную жизнь. Но это действительно маркетинговый ход, он не заменяет, чтобы вы понимали, никакого ухода, то есть тонер и вся наша многоэтапка, которую мы с вами используем, ВИБИ-кремом нам не заменить. Но в первое время именно как раз в рекламе всегда говорили, что вот, есть ВИБИ-крем, теперь у нас появилось такое средство, которое не только декоративное, но и уходовое, так оно и есть, то есть здесь у нас два в одном. Мы помимо того, что с вами наводим красоту на лице, декоративную, мы за ней еще параллельно ухаживаем, благодаря уходовым составляющим в этом средстве. Чем отличается ВИБИ-крем по нанесению от тонального средства, от тонального крема? Тем, что в этом креме, ВИБИ-креме, у нас более легкая текстура. Благодаря маслам и уходовым составляющим в этом креме он наносится не так плотно, и он не создает эффекта маски, он создает эффекта натурального оттенка. Вот сейчас, на данный момент, ВИБИ-крем, я его обожаю, пользовалась все лето именно нашим, вот этим абсолютным, видите, полпомбы. За лето я сменила, это у меня, кажется, третий, так я активно им пользуюсь. Вот, и это средство, которое действительно не создает эффекта маски, и самое главное, не закупоривает поры, что делают простые тональные крема европейских разных брендов, ну и, соответственно, в Южной Корее тоже раньше были именно тональные крема. Так вот, еще какая особенность характерная, да, у тонального крема, то, что она действительно закупоривает, он, крем, закупоривает поры. И раньше, может быть, кто-то тоже применял такой лайфхак, я тоже благодаря бьюти-консультантам, бьюти-блогерам узнала, что можно смешивать БИБИ-крем стандартный с кремом уходовым. То есть раньше вот так вот мы выдавливали на руку БИБИ-крем, ой, БИБИ-крем, тональный крем, и какой-нибудь крем увлажняющий смешивали, получалась та самая текстура, которая наносилась более легкой текстурой, более легким слоем, не таким плотным, да, как просто стандартный тональный крем. И, соответственно, он держался лучше за счет того, что он увлажнял, потому что мы смешивали, соответственно, с уже уходовым средством, да, с кремом. И вот корейцы, подхватив эту идею, они создали как раз тот самый БИБИ-крем. Создали его, как мы сказали, 8, где-то примерно 9 лет назад, и он популярность набрал вообще бешеную сразу после выпуска. То есть начали выпускать его разные производители, подхватили эту моду и узнали об этом креме в Соединенных Штатах Америки, по всей Европе. И сейчас, вы знаете, не только Южная Корея производит, но и европейские бренды производят уже под своим именем БИБИ-крема, СИСи-крема и всевозможные разные, да, уходовые средства декоративные, которые создаются сначала в Южной Корее. Так было и с историей БИБИ-крема. Вот такой БИБИ-крем, который у нас есть в Атоме, Абсолют. Вы знаете, что в Атоме все уходовые, декоративные, все средства, которые имеют приставку Абсолют, это люксовая линия. У нас премиальная линейка всей продукции. Там, где Абсолют приставка, это люкс. Поэтому в моих руках сейчас люксовый БИБИ-крем, который действительно имеет шикарный состав, прекрасное покрытие. И он защищает помимо всего этого нас от вредных, да, каких-то факторов окружающей среды. Плюс защищает еще и от ультрафиолета. То есть здесь SPF 50, PA+++. Очень максимальная здесь защита от солнца. Плюс ко всему он очень круто ложится. Он долго держится. Действительно на лице не нужно поправлять. Нету в конце дня каких-то, знаете, где-то в морщинках, чтобы он собирался. Он идеально лежит на коже. Те, кто пробовал, какой тон именно вы пользуетесь, каким тонном из этой серии вы пользуетесь. У нас, как вы знаете, на корейском сайте есть 13, 21 и 23. Такая градация по тонам. Чем меньше цифра, тем он светлее. Чем больше цифра, тем средство темнее. Соответственно, у меня вот самый темный 23 тон. На лето он для меня был идеальным. Потому что я загораю, естественно, да. Все равно, как бы мы ни защищались, немножко цвет лица у нас меняется. И поэтому я лето пользовалась 23-м тоном. Светлее я как бы не беру. 13-й прям для белокожих девочек. Я знаю, что Мико у нас пользуется 13-м тоном. Все, кто обладают европейским таким, либо белым, да, розоватым оттенком лица, соответственно, вам нужно подбирать 13-й оттенок. 21-й он считается средним между 23-м, самым темным, и 13-м, самым светлым. Но, если честно, они очень близко между собой. Он не ближе к 23-м, он, наоборот, ближе к 13-му номеру. То есть он достаточно тоже светлый. Поэтому тоже имейте такой нюанс в виду, когда будете подбирать косметику своим клиентам, рекомендуйте для смуглой кожи, среднего оттенка кожи, 23-й оттенок. Он замечательно, в общем, подходит для нас. По крайней мере, для меня все лето он хорошо подходил. Ваши ответы. Так, 21-й тонн Демиля, 23-й у Наташи тоже, Гульмира 23-й на телефоне, не остаются следы. На телефоне, в смысле, вы его на телефоне или имеете в виду, когда по телефону разговариваете? Вообще, это, знаете, тоже такая плохая привычка. Когда вы разговариваете по телефону, это один из лайфхаков. Разговаривайте по громкой связи, либо одевайте наушники. Почему? Это не только для удобства или там еще каких-то соображений. Это из соображений того, что мы нарушаем гигиену нашего лица, потому что телефон мы трогаем чаще всего в повседневной жизни, не помыв руки, и на экране остается огромное количество бактерий. Когда мы каждый раз прикладываем к уху телефон, соответственно, мы оставляем какое-то количество бактерий на нашем лице. И вы можете заметить, возможно, раньше не замечали, не обращали на это внимания, но в этом месте, возможно, у вас как бы бывают периодические воспаления или еще что-то в этом роде. Потому что, действительно, да, мы об этом не задумываемся, но когда мы подносим телефон к лицу, еще и болтаем, очень долго лежим на нем, ну как он не останется на лице? Естественно, под температурой нашей кожи, под соприкосновением с любой поверхностью, он может и будет оставлять это совершенно нормально. Нет таких тональных средств, которые бы вообще не оставляли следов нигде, ни на одежде и так далее. Это маркетинговый ход, опять же. Средство, если оно мертвым слоем держится на вашей коже, значит, оно очень сложно будет смываться и наверняка оно будет забивать вашу кожу, и, соответственно, не очень хорошее это средство. Поэтому то, что оставляет какие-то отпечатки средства, это вообще норм, поэтому не переживайте по этому поводу. Вот. Наш солнцезащитный не оставляет. Солнцезащитный крем, он сам по себе никакого тона не имеет, поэтому его особо, да, как бы не видно. А бибикрем имеет тон, и поэтому, соответственно, он... Судночка, пожалуйста, выйди, закрой, пожалуйста. Я тушу в шиш. Вот, поэтому имейте в виду. Тринадцатый, как мы сказали, самый светлый, двадцать третий, самый темный в этой линейке. У нас всего три тона. Многие удивляются. Помните, когда мы с вами пользовались тональными кремами европейских брендов, там была подборка, ну, вообще прям, там чуть ли не десять разных цветов. И такой, и айвори, и там беж, и там слоновая кость, и еще что-то в этом роде. И разные тоны, и потоны, и розовые, там желтые, и еще что-то в этом роде. У корейских оттенков, у корейских бибикремов обычно стандартно три, максимум четыре цвета. Максимум четыре цвета. Почему? Потому что тональное такое средство, как бибикрем, имеет свойство подстраиваться под тон вашей кожи. Даже если я немножко темноватее, темнее, чем тон этого крема, через пять минут после нанесения тон этого крема подстраивается под тонной кожи. Это умная, грубо говоря, косметика, и я обожаю за это свойство наши бибикрема. Вы знаете, что на российском сайте есть такая первая самая версия шестиступеньки. Крем маленький в белом тюбике. Он уникален тем, что он подстраивается под десять тонн в коже. Он вообще, ну, универсальный боец, грубо говоря. Поэтому он подходит и европейцам. Сильно смуглым, сразу скажу, не подходит, но подходит там до среднего оттенка кожи. И поэтому это тоже такой классный момент, что средства корейские, они имеют свойство подстраиваться, поэтому нет необходимости выпускать тысячу разных оттенков, цветов и так далее. Он не желтит, он не оставляет такого желтого потона. Я помню когда-то, в самом начале, когда я летала в Южную Корею, я покупала, не хочется говорить плохо про этот бренд, но я покупала самый первый моби-бикрем именно в Южной Корее от бренда Misha, или Misha по-другому, да. И он оставлял такую желтизну именно. Я брала 23-й оттенок, я наносила, я не понимала, он прям желтил очень сильно. Наши крема не имеют такого свойства на наше счастье, я его просто обожаю. Поэтому обязательно попробуйте, и потом поделитесь тоже обратной связью, как вам наш бибикрем. Что здесь особенного еще? Мы сказали, здесь есть SPF-защита 50+, максимальная защита, которая вообще существует, плюс здесь есть уходовые ингредиенты. Более 4, не более, а 4, да, вы знаете, здесь вида масел уходовых, которые увлажняют нашу кожу. Плюс здесь в составе есть запатентованная такая, это как технология, да, называется она, извиняюсь, я вспоминаю название, напомните, кто помнит, Selective Brightening называется, дословно, в общем, называется эта технология сияния. Ну, в общем, это технология, которая заставляет вашу кожу изнутри как будто бы сиять. Помните, вот мы смотрим на корейских актрис, и у них есть ощущение от того, что вот увлажненная кожа, она не матовая. И помните, мы раньше, еще до прихода южнокорейских разных тональных средств, мы сильно очень припудривались, то есть была мода европейская, надо было, чтобы матовая была кожа, чок-чок, правильно. Мы наносили с вами кучу пудры и так далее. Потом пришла культура кей-поп, да, корейская. Сейчас, секундочку, я извиняюсь. Спасибо большое, да. И за счет этих средств действительно кожа остается сияющей. Когда пришла кей-поп-культура, южнокорейская культура в нашу культуру ухода, да, за собой, в том числе и декоративная косметика, мы поняли, что на самом деле как это красиво. Мы смотрим на южнокорейских красавиц, актрис каких-то в сериалах, в дорамах, которые я не так давно первую посмотрела. И у них действительно сияет у всех кожа, они не припудриваются, они наоборот добиваются вот этого эффекта уважненности, сияния. И вот этот крем, он позволяет вашей коже действительно сиять, оставляет вот такое вот финиш, да, это называется, которое сияние, ну, то есть, которое дает сияние, которое не дает матовости вашей коже. Вот этот крем именно это и дает. Замечательный. Здесь идет объем 33 миллилитра. Самый интересный момент, когда клиенты покупают этот крем, почему-то они додумываются открыть вот эту верхнюю крышку, помпу, у кого такой случай был и кому писали, почему здесь нету трубочки. Это такой частый вопрос. Здесь нету трубочки. Когда вы откроете, я не знаю вообще, с каких соображений нужно открывать верхнюю помпу, но тем не менее, очень часто клиенты это делают, ну и партнеры, новички, соответственно, и они не понимают, как можно крем, ну, как он, собственно, будет выходить из тюбика, если там нету этой трубочки, не достает до самого крема. Да, еще и фото присылает. На самом деле, здесь очень крутая технология. Видите выдавливание? Она идет снизу вверх, благодаря помпе, благодаря вот этому выталкиванию средства вверх. Мы используем с вами максимальное количество этого крема, потому что он выдавливает практически до конца. То есть там немножечко в самой крышке остается, достаточно открутить, там из крышечки взять, на последний раз нанести, на крайний раз этот крем, и все, он закончится. А раньше, вот европейские бренды, я прям помню, когда он уже заканчивался, и ты нажимаешь, и он такие звуки издает, ну, в общем, выплевывает остатки, но ты видишь, что там есть средства. Приходилось открывать, этой палочкой вот так сошкребать со всех сторон. У этого крема нет такой необходимости, потому что до конца он используется, когда вы открываете, нажимаете помпу. Поэтому, когда будут задавать вам клиенты вопрос, где трубочка, и почему так вообще производитель сделал, так вы объясните, что это очень круто, и ты максимально это средство, да, будешь использовать до самого конца, и не будешь жалеть о том, что там где-то остались за кромах эти остатки, и нужно как-то выговаривать. Ничего выговаривать, нужно все здесь до конца выдавливать. Продолжаем с вами тему. В чем отличие кушона от биби-крема? Кушон, как мы сказали, да, было такое. Он пришел чуть позже в Южную Корею, он не на смену, он пришел как альтернативное декоративное средство. Я вам показываю сейчас, как идет упаковка комплектации золотого кушона. Это новый вот сейчас, да, Мика мне прислала его вовремя. Здесь идет безумно красивая упаковка, я им пользовалась раньше, потом летом я перешла на биби-крем, и эту упаковку, я уже не помню, куда я ее делаю, поэтому я уже забыла, насколько она красивая. Посмотрите, какая она вообще красивая. Это гениальная упаковка, орбитологи, кто дизайнеры, поработали на славу. Он называет они зря золотым кушоном, не только благодаря тому, что он имеет такую золотую, золотую огранку вокруг всего, всей пудреницы. Я извиняюсь, жутко. Я надеюсь, вас не отвлекает и не спущает мое шмыганье. У меня аллергия оболела. Не знаю, что сейчас цветет, но прям, хотя я пью хамахим, но не знаю, поленос меня не оставляет. Вот здесь еще, помимо того, что здесь, когда в комплектации приходит этот красивый кушон, в основном блоке лежит само средство. Вот оно, да, то есть здесь уже полноценный кушон. Вам достаточно открыть защитную эту пленку. Здесь есть спонжик такой каплевидной формы. Очень удобно наносить в недоступных где-то местах. Все, он готов к применению. Так, помимо этого кушона вам приходят еще две запаски. То есть, грубо говоря, полноценные три кушона. Поэтому используйте, пожалуйста. из каких соображений появился кушон? Очень многие девушки, но не я, но любят поправлять в течение дня косметику. Ну, допустим, там собрались после работы куда-то на вечеринку, хочется немножко там подправить свой макияж, нанести поверх еще там тональное средство, да, и так далее. И, естественно, когда мы с вами едем, возможно, в дороге на эту вечеринку, едем куда-то на собрание, и нам нужно подправить макияж, пользоваться библи-кремом, а его можно наносить руками смело, он не требует никаких спонжиков, кисточек. Вообще в этом и заключалась простота, да, этого крема. Южнокорейцы так и придумали, что его можно наносить вот прям руками, без каких-то дополнительных средств. Так вот, когда мы с вами где-то в дороге, естественно, руки полноценно помыть невозможно. Вы знаете, что грязными руками вообще нежелательно трогать в течение дня свое лицо, как бы вы ни думали, что чистые руки и так далее. Минимальное касание. Вот вы накрасились, все, старайтесь, пожалуйста, не сидеть вот так, не тереть глаза, не почесывать там и так далее. Потому что все-таки руки имеют свойство мараться очень быстро, мы не замечаем даже это автоматически, да, телефон. Вот мы с грязными руками подержали, вроде помыли, сходили руки, телефон еще раз взяли и начинаем там сидеть смело, думая, что руки чистые, но так не нужно делать. Расскажу насчет оттенков. И поэтому из этих соображений, для того, чтобы быстро поправлять свой макияж, корейцы изобрели вслед за биби-кремом кушон, чтобы вы могли наносить его в удобном формате. Плюс ко всему, есть люди, которым удобно руками, допустим, я руками, а есть люди, привыкшие к блюди-блендерам, к каким-то кистям, то есть руками им не хочется наносить. И для них сделали как раз эту альтернативу из второго соображения, что где-то поправить макияж можно благодаря, как пудреницы мы с собой носим, этим биби-кремом, они создали это средство. То есть, по сути своей, очень визуально похоже на пудру. И многие, кто приходят, пользуясь раньше европейскими брендами, говорят, это же пудра, ну, в смысле, она выглядит как пудра. Но на самом деле здесь пропитан тот самый спонж тональным средством, который не вытекает, в сумочке он там не разольется никогда, вы можете смело с собой в дорогу брать, поправлять макияж и так далее. И это такой универсальный боец, который можно всегда с собой носить. Вы знаете, что он очень плотно закрывается, то есть здесь такая крышка герметичная, она закрывает, ничего не прольется. И вот поэтому название этого средства она и получила кушен, с английского языка, подушка, потому что, во-первых, подушка пропитана тональным средством, плюс вы еще спонжиком все это дело наносите на лицо. Это основное отличие BB крема от кушона. По плотности вы можете добиваться того или иного финиша, то есть более плотного нанесения, либо более легкого как BB кремом, так и кушоном. Потому что кушон, такой лайфхак, его можно наслаивать вплоть до трех слоев. Если вы хотите, чтобы было более плотное нанесение, вы можете нанести первый раз, подождать 1-2 минуты, взять еще раз и опять поверх нанести это средство и будет уже более плотный тон, более ровное покрытие, если там на фотосессию вам куда-то можно и так далее. И поэтому здесь можно варьировать вот это вот покрытие, которое вы хотите в итоге получить. BB крем аналогично, но он сам по себе по текстуре более плотный, чем кушон. Кушон по составу своему более жидкий. Почему? Потому что его нужно разнести этим спонжем. Если бы он был более плотный, как бы спонжик, его было тяжело наносить. Поэтому варьировать по плотности вы можете оба средства. Они замечательно ложатся как тонкой вуалью, так и более плотной. Если вы хотите более плотной, просто чуть больше берете BB крема и наносите, соответственно, чуть большее количество на лицо. Кушон аналогично можно делать более плотным благодаря повторному нанесению. До трех слоев вы можете смело наносить этот кушон. По поводу оттенков. Почему я на лето отказалась от нашего золотого кушона? На самом деле он от предыдущей версии кушона, который был в атоме, он по своей тональности, так сказать, цветам, он чуть светлее, чем предыдущая версия. Здесь идет градация нетрадиционная, как вот была в предыдущей версии. 21-23 оттенок был, да, предыдущий увлажняющий кушон. Здесь у нас идет 1-2-3 градации, но логика остается одной и та же. Первый тон самый светлый, второй средний, третий самый темный считается. Но для меня на лето даже третий самый темный оттенок он был светлым. То есть я наносила, ждала 5 минут, когда же он подстроится, но все равно вот этот эффект маски у меня оставался более светлый, да, и я, в общем, решила, что да, пора бы какой-то более темный взять и взяла наш вот этот биби-крем. Кушон лучше накладывать на крем. Нет, он совершенно не подсушивает, друзья мои, у него увлажняющий такой же состав, как у биби-крема, но наносить его, да, нужно обязательно на крем, то есть это не уходовое средство отдельное, нельзя умыться, нанести тонер и нанести этот крем, потому что он выполняет в большей степени, хоть и, ну, как бы заключается суть в том, что он и ухаживает за кожей, все-таки это декоративная косметика, поэтому летом, допустим, я пользовалась так, тонер, какая-то легкая эссенция, затем SPF-крем, SPF-крем и затем наносила уже поверх тональное средство. Обязательно между SPF-кремом и тональным средством желательно, чтобы прошло 10-15 минут так вообще по правилам, чтобы сработало тональное средство, ему нужно дать поработать, поэтому заранее лучше нанести, походить, пока вы умылись, сразу нанесли SPF-крем после ухода декоративных, извиняюсь, элементов, и затем уже наносить декоративную косметику. Так, так, что-то там в комментариях было. На базу хорошо ложится, идеально, на базу ложится вообще идеально все, холосыгло, кто знает, у нас база под макияж, это вообще прям красотища неимоверная. она сравнивает вам, выравнивает вообще полностью поверхность вашей кожи, и тональное средство, либо кушон, либо биби, он ложится вообще очень ровно, и стойкий макияж получается. И плюс, благодаря тому, что в базе находится экстракт, ой, экстракт, жемчужная пудра, вообще такое перламутровое сияние свечение получается, это очень красиво. Да, база под макияж вообще супер, да, это точно, это бомба, я его обожаю. Вот, поэтому, друзья мои, тоже имейте в виду, темнокожим, смуглым девочкам, наш золотой кушон, он не подойдет однозначно, он подойдет, опять же, до среднего, чуть более светлого, чем среднего. Ну, то есть, я считаю, что у меня средний оттенок, я не белокожая, на самом деле, но он мне на лето был очень светлый. Почему он называется золотым кушоном? Немножко опять, мы вернемся к составам, здесь содержится действительно золото, ну, то есть, не только коробка золотая у нас, как красивая, в составе содержится у нас золото, плюс экстракт даманской розы, более 30%, содержится в составе этого кушона, он прекрасно, благодаря экстракту даманской розы, либо розовой воде, увлажняет. Помимо этого, здесь содержится коллаген, то есть, это уже идет продукт антиэйдж, для взрослой, зрелой кожи и так далее, вообще прям мастхэр. Вот, он тоже ложится легкой, легкой, пленочкой, не создает эффекта, знаете, такой, какой-то забитой кожи, и я, когда его в первый раз нанесла, было, знаете, такое ощущение свежести, кто пробовал этот кушон, поделитесь, было ли у вас такое. Я когда первый раз нанесла его и посмотрела, думаю, какое шикарное покрытие, он прекрасно перекрывает какие-то недостатки кожи, но при этом легкий, совершенно не ощущается на коже, прям вообще это был для меня реальный такой восторг, потому что он очень-очень комфортный при нанесении, вот, да, у кульмиры тоже, и при этом он легкий, его вообще не ощущаешь на коже, как будто бы нет, знаете, тональные крема, я помню, европейские, когда наносила, я прям это ощущала, тяжи, в течение дня хочется вот так почесать где-то из-за того, что вот прям какая-то, ну, что-то вы чувствуете, грубо говоря, штукатурку на своем лице, этот кушон вообще не чувствуется, не ощущается, биби-крем тоже легкий, кушон еще легче, он покорил мое сердце, когда я первый раз его попробовала, а как он пахнет, боже мой, у него аромат вообще нереально крутой, тоже вот прекрасное средство, поэтому тоже можно смело пользоваться и уже такой возрастной кожи, благодаря коллагену она будет омолаживаться дополнительно, то есть она не только декоративную функцию выполняет, плюс еще анти-эйдж-эффект, уходовый, такой эффект он создает. Здесь у нас 45 SPF содержится, да, PA2+, это у меня третий оттенок, как я сказала, и я в полном восторге от него, поэтому обязательно, девочки, кто еще не пробовал наши декоративные средства, попробуйте и BB-крем, и кушон, здесь просто, знаете, от ваших предпочтений, пока не попробуйте, не поймете, что вам лучше, ну то есть, у меня многие спрашивают, Александра, посоветуйте кушон или BB-крем, я говорю, как вы, во-первых, привыкли наносить средства, руками, кистями, спонжиками и так далее, если они говорят, ну в принципе, руками там наносила, я говорю, тогда вы без проблем берите BB-крем, смело можете наносить руками, прекрасно он разносится, не оставляет никаких, знаете, там где-то участков, где вы нанесли, там каких-то, в общем, изъянов, идеально ложится, если привыкли пользоваться бьюти-блендерами или какими-то спонжиками и так далее, здесь все это есть, вот значит, будет комфортно вам это средство наносить, плюс, если хотите дополнительный анти-экфект, вот, пожалуйста, вам золотой кушон, шикарный, вот, советую всем, пожалуйста, пользуйтесь, так, летом был для меня тяжеловат кушон, по ощущениям, да, мне очень нравится этот кушон тем, что он увлажняет кожу, выравнивает тон лица, имеет эффекта маски, красивое, здоровое сияние, спасибо, Юль, да, так оно и есть, давайте вы зададите вопросы, если у вас остались, в принципе, я раскрыла оба средства, и, как сказала, это на ваше усмотрение, на ваше ощущение, кому-то кажется более тяжелым биби-крем, кому-то кажется более тяжелым кушон, это реально на практике, ну, показывает, что это от ощущений вашей кожи, у нас у всех разная кожа, поэтому как бы здесь только пробовать, тестить и делать свой выбор. Точно могу сказать, ни одно из этих средств не забивает поры. Тональные крема в европейских брендах очень часто, особенно, знаете, профессиональные, если вы когда-нибудь делали грим с косметикой Мак, она очень крутая, она долго держится, она шикарно смотрится там при фотосессиях, но если вы на повседневку когда-нибудь его брали, это прям кожа не дышит, она прям задыхается, под этим средствами. Здесь же все дышит, все прекрасно лежит и при этом дает очень красивое покрытие. Спасибо, Юленька, тебе большое за обратную связь, что пришла послушать. Вот, Мика, прием, в принципе, у меня по этим средствам все. Если есть вопросы, задавайте, немножко подождать мы можем. Супер. Александра, во-первых, спасибо тебе огромное за раскрытие такой важной темы. Вообще, тему выбрала сама Александра. И оказалось, такой отклик пошел, что вау, как раз нужная тема. Меня часто спрашивают, что взять это или то или другое. Александра богатый опыт, бриллиантовый мастер, член клуба миллионеров и просто эксперт нашей продукции. Александр, тебя всегда приятно слушать. Просто время пролетает незаметно, вроде только начали, а уже вот полчаса прошло. Просто супер. Как вам, друзья? Как выступление Александры? Спасибо. Давайте поддержим смайликами Александра в чате. Сама лично я пользуюсь BB-крем. BB-21, его нет на российском... Ой, 13, его нет на российском сайте почему-то. И вот, как ты говорила, да, база. Обязательно сначала база, уход, база, потом BB-крем. Вот, для себя я выбрала BB-шку. Какие отличия здесь задают вопрос? Ага. Отличие от золотого кушона от простого. Ну, они по составу разные, и они немножко по текстуре разные, и они по тональности разные. То есть, как мы сказали, предыдущая версия, она не предыдущая, она существует, и она как бы просто расширяется у нас линейка ассортимента. Версия первая, которая была, и сейчас она доступна, да, на российском сайте, это уважняющая линия. Она не имеет антиэйдж-эффекта какого-то такого, но она тоже идеально лежит на коже, кстати, та версия. Я тоже, я все пробовала декоративные наши средства, стараюсь пробовать очень активно всю нашу продукцию, потому что чем мы больше пробуем, тем у нас больше покупают. То есть, чем экспертнее я об этом говорю со стороны как больше потребителя, да, тем больше доверия, соответственно, у людей к нашей продукции. И тот прекрасный BB-кре, ой, тот кушон тоже замечательный кушон, и этот кушон тоже замечательный. Попробуйте, вам просто нужно понять. Но для молодой кожи, прям, знаете, для девочек, которые только начинают пользоваться косметикой, я бы посоветовала все-таки предыдущую версию. Она не имеет какого-то коллагена, более тяжелого. Ну, это более тяжелый по составу, в плане тяжелый. Он прекрасно работает на антиэйдж-эффект. А тот более легкий в плане того, что он не имеет каких-то антиэйдж-эффектов, там, не нужно для молодой кожи ингредиентов. Вот, пожалуйста, для зрелой кожи, да, 25 плюс, когда вы уже видите какие-то возрастные изменения, смело берите. Сейчас очень молодой кожей берите уважняющий, который идет на российском сайте. Это более светлое еще, да. Имейте это тоже в виду. Но на зиму, мне кажется, бумаги начинают подходить, потому что и за зиму мы с вами белеем. Спасибо всем за обратную связь. Спасибо большое. Очень приятно. У меня расширенные поры, это зона. Что вы посоветуете? Раньше покупала тональный крем, но смотрится еще хуже. Да. Если у вас расширенные поры, это было для меня открытие. И, кстати, кто еще не пришел на марафон сразу тут же промоушен, на марафон по Synergy Ambul, да, который у нас есть в компании Atomi, обязательно туда попадите. Я думаю, что даст прекрасный эффект для вашей кожи, потому что он тоже решает вопрос с увлажнением кожи. Оказывается, как нам рассказывала эксперт, который будет вести наш марафон, Анна Петрова, она у нас профессиональный косметолог, и она говорит, что расширенные поры это не просто загрязнение или это не просто, знаете, гиннаэтика, грубо говоря. Расширенные поры, они имеют свойство, кожа у нас имеет свойство, вернее, дышать. Поры – это дыхание нашей кожи. Чем мельче увлажнение нашей кожи, если она обезвожена, если она действительно, вам кажется, что она жирная, пористая, а мы ее начинаем еще больше сушить, из-за этого кожа реактивно становится реагировать на, реактивно, сильно начинает реагировать на окружающую среду, то есть мы ее пересушиваем, и она говорит, мне нужна влага. Поры еще больше расширяются, и, соответственно, чем шире поры, тем больше вероятно, что туда что-то попадет из вне. То есть пыль, окружающая атмосфера, там все это влияет на нашу кожу, поэтому первый этап для сужения пор, это не какие-то там супер сужающие маски и так далее, которые закупоривают вашу там кожу и так далее. Первый этап – это обязательно увлажнение. И Анна советует, для сужения пор, это мой был тоже просто насущный вопрос, как можно больше наносить тонера. Это такой лайфхак. Тонер, оказывается, можно наносить вплоть до 5-7 слоев. Нанесли первый раз тонер, похлопали, подождали 1-2 минутки, еще один слой нанесли, и в выходные дни, когда есть время, когда действительно вы можете себе уделить время, вы прям наносите до 5-7 слоев. Вы увидите, что в течение недели у вас поры начнут сужаться. Это реально было моим удивлением, потому что я бы никогда не подумала, что сужение поры – это как раз вот путь к этому лежит через хорошее увлажнение благодаря нашим средствам, тонерам и так далее. Именно и с течением дня, как подсказывает Наталья, это точно. Как попасть на ваш марафон? Я думаю, Ника объяснит. Пишите, Александр, пишите. Александр и контакты останутся под видео, кто смотрит записи, Инстаграм, Ютуб. Можете обращаться, конечно. Пишите Александре по вопросам, кто еще не зарегистрирован, тоже пишите Александре. И еще мне лично помогло, у меня тоже обезвоженная кожа, огромные поры, помог марафон, и помог. Анна заметила, что когда я пользуюсь бустером, то есть там помогает косметике глубоко войти в кожу, бустер тоже очень круто помогает, он увлажняет изнутри. Вот советую, особенно сейчас, в обезвоженное такое время, когда у нас включится скоро отопление, я вот сижу в свитере, ждем отопления, но отопление это хорошо тепло, но будет просто вытягивать влагу из нашей кожи. Поэтому в зимнее время, в осеннее время переходите уже на более плотные текстуры, уже питание требуется, не только увлажнение, как в летнее время, потому что действительно кондиционированный, вернее, отопительственный сезон, когда начинается у нас кожа, и соответственно сильно это влияет на нашу состояние кожи, поэтому помимо увлажнения уже переходите на питательные крема какие-то, фейм, она замечательная, абсолют, да, крема более плотной текстуры, тогда будет все замечательно, увлажнение хорошее. Тонер гидроссияни тоже сужает пор, любой тонер, какой есть у вас, если вы будете наносить по нескольку слоев, он будет иметь свойство понемножечку, понемножечку, не сразу. Это, знаете, я как два-три дня такая и каждый день подхожу к зеркалу, сузились или не сузились, пор, не сузились, опять подхожу, сузились или нет. То есть это нужно время, ну то есть как минимум две недели для того, чтобы кожа начала реагировать, и она поняла, ой, мне дают пить, мне дают влагу, значит, можно не так сильно быть широким для того, чтобы извне где-то искать эту влагу, и потихоньку начнет уже сужаться, и потом вы заметите, что проблема будет зрительно в лучшую сторону зенец. Вот, поэтому любой тонер, который есть от Атоми, конечно же, будет вам в этом помогать. Вот Алиса говорит, согласно с вами эссенцию, гидросианина, я нашу пару раз, и поры реально сузились, здорово. Все, вроде вопросов больше нет, поэтому я думаю, что можно потихонечку завершать уже. Семь, кто тоже пишет, я тоже заметила, что поры сузились, супер. Так, у Гульбашина вопрос про проблемную кожу, ну да, вы сами ответили на свой вопрос, набор эксперт, акнеэксперт для проблемной кожи идеально подходит. Спасибо, Александра, большое еще раз. Спасибо вам. Для себя тоже новое, что-то узнала, всегда рада. Приходи почаще, будем тебя приглашать отдельно. Спасибо большое. приходите на следующую пятницу, каждую пятницу у нас обзор от эксперта о продукции от Томи. Спасибо всем большое за поддержку, и до встречи в следующем зоне. Спасибо большое, Ника. Всем пока-пока, спасибо за внимание. Всем спасибо.